На этот раз я предлагаю поговорить о древнем символе полумесяца со звездой на картинах прошлого. Где зародился этот символ и какое значение он имел в глубокой древности, не тема нашего сегодняшнего разговора. Сегодня поговорим о картинах прошлого и о том, что же на них изображено. Поехали. Это сегодня полумесяц со звездой у многих в первую очередь ассоциируется с исламом, с исламскими государствами и главным образом с Турцией. И кажется, что так было всегда, ну как минимум до средневековья, когда крестоносцы впервые столкнулись в противостоянии с армией Салахаддина и узнали об этом полумесяце не понаслышке. Но оказывается, изначально полумесяц со звездой никакого отношения к исламу не имел. Со словом, совсем. На военных знаменах всех средневековых мусульманских армий времен Салахаддина вообще не было никакой символики, как у христиан. Мусульманские знамена представляли собой однотонные полотна зеленого, белого или черного цвета с выдержками из Корана. А полумесяцы на мечетях впервые появились лишь во второй половине XV века, после того, когда тюрки-османы завоевали Константинополь в 1453 году. Ну тогда чей был символ одинокого полумесяца или полумесяца со звездой на красном фоне? Удивительно, но до 15 века одинокий полумесяц или полумесяц со звездой на красном фоне – это был чисто византийский символ христианского Константинополя. Просьба не путать с двуглавым орлом рода палеологов. Двуглавый орел – это личный герб семьи палеологов, а полумесяц со звездой – это символ Древней Византии. В доказательство обратимся к полотну известного нидерландского художника первой половины XV века Иронима Босха под названием «Се человек». Картина написана до завоевания Константинополя османами. Мы видим, что с одной из городских башен свисает византийский красный флаг с полумесяцем. Тогда возникает резонный вопрос – неужели византийская символика плавно перекочевала в ислам? И да, и нет. Все намного сложнее. И об этом нам расскажут картины прошлого. Давайте взглянем на гравюру плана германского города Кёльна, датируемую 1530 годом. Данная гравюра на дереве выполнена художником и гравюром XVI века Антоном Вензеном Ворнским. Была преподнесена в дар императору Священно-Римской империи Карлу V и его брату Фердинанду. Вы же понимаете, что придворный живописец хорошо разбирался в Геральдике своего императора и ошибиться явно не мог. За любые ошибки в Геральдике в то время могли и на кого посадить. Но посмотрите на его гравюру. Виден строящийся по центру знаменитый Кёльнский собор, внизу река Рейн с кораблями. А наверху слева от центра гравюры мы видим самого императора Карла V со знаменем в руках, на котором изображен бывший византийский, а в XVI веке уже османский полумесяц со звездой. В Священно-Римской империи уже почти сто лет ожесточенно борется с Османской империей, символом которой является полумесяц со звездой. Но на личном флаге христианского императора все тот же ненавистный символ полумесяца со звездой. Что уже странно для XVI века, когда к Геральдике и символам относились с особой внимательностью и осторожностью. Но если османы реально законные наследники Византии, то короли Европы имеют отношение лишь к захвату Константинополя в 1204 году и разграблению его на протяжении более полувека. Так с какой стати короли Европы нацепили себе полумесяцы со звездами? Неужели они все наследники какой-то древней всеобщей империи, частью которой была Византия? Не будем спешить с выводами. Вдруг это лишь досадная ошибка художника? Проверим это. Давайте посмотрим на изображение портового города Массилия, он же современный Марсель, что на юге Франции из Нюрнбергской хроники 1493 года. На главном куполе кафедрального собора города мы опять видим полумесяц. А он что забыл в Марселе? На рисунке изображен собор, построенный в конце XII века, уже во времена крестовых походов, и к византийскому влиянию никакого отношения уж точно не имеет. Или мы что-то не знаем? Далее. Звезда с полумесяцем до сих пор визитная карточка на дверях старинного мужского монастыря ордена бенедиктинцев в честь святого Климента в Козаурии, что в Италии. Но когда же были установлены эти уникальные двери? Примерно во второй половине XIV века, так как землетрясение 1348 года буквально уничтожило этот монастырь до основания. Все деревянные элементы сгорели, в пожаре была уничтожена вся древняя роспись, лепниный декор, поэтому в XIV веке пришлось восстанавливать все буквально с нуля. Но почему мастера опять рисуют на дверях византийские символы, хотя католический Рим – злейший враг константинопольских императоров? Так и напрашивается версия, что значение полумесяца со звездой скрывает какой-то другой смысл. Но какой? Думаю, подсказкой нам послужит следующая гравюра XVI века. Перед нами план города Вены XVI века. Над Кафедральным собором Святого Стефана опять мы видим знакомый до боли полумесяц со звездой. Он был снят со шпиля собора Святого Стефана лишь в 1685 году и сегодня выставлен как реликвия в городском музее Вены. А почему именно в XVII веке его сняли? Ни раньше, ни позже. А все просто. В середине XVII века закончилась знаменитая церковная реформа в Европе, расколовшая весь христианский мир на католическую и протестантскую части. Концом эпохи этой реформации принято считать подписание Вестфальского мира в 1648 году, который явился итогом 30-летней войны протестантов и католиков. Московское государство тоже не осталось в стороне от этой реформации. У нас это вылилось в знаменитый раскол церкви 1653 года и последующей страшной реформы патриарха Никона, когда огнем и мечом уничтожили память о старой вере предков и навязали западную прокатолическую унию, которая действует у нас до сих пор. Напомню, восьмиконечная звезда в полумесяце в христианстве – это Иисус, а сам полумесяц или луна символизирует Богородицу. А в исламе звезда – это Иса, он же Иисус, а полумесяц – Марьям, мать Исы, которая считается одной из самых праведных и наиболее почитаемых женщин в исламе. Есть версия, что османы, как законные наследники Византийского престола и всей Византии, не заимствовали эти символы, а просто оставили этот уважаемый символ Богородицы или Марьям в виде полумесяца как символ своей веры. Вот почему римские папы, так и не освободив Константинополь, не могли более мириться с общей символикой. Они не желали, чтобы полумесяцы со звездами, ассоциирующиеся в христианском мире с Османской империей, то есть с исламом, открыто красовались над многими куполами европейских христианских церквей, соборов и монастырей. Вот и назрела глобальная реформация церкви как на Западе, так и на Востоке, которая и заменила звезду на крест. Так что полумесяц со звездой – это скорее не символ Византии, как думают многие, а почитание Богородицы, Матери Иисуса Христа. Не забывайте, Иисус родился ночью в лучах луны и пролетающей по небу звезды. Вот почему все первые эмблемы с этими символами в Европе и появились именно после крестовых походов. Причем по всей Европе, даже в Скандинавии, к которой Византия никакого отношения не имела ни в прямом, ни в переносном смысле. Посмотрите на гербы многих городов Европы и Руси. На них до сих пор красуются полумесяцы со звездами. К нашей теме также можно отнести символику со звездой и полумесяцем у народов Древней Персии, Древних Славян или Индусов. Но это тема уже отдельного разговора. Тогда напрашивается вопрос, а не существовало ли в древности, примерно до Средневековья, некая единая империя с единой символикой и, возможно, верой, на обломках которой и были образованы многие европейские и азиатские государства, которые еще долгие века помнили свои древние символы и не спешили с ними расставаться. Или полумесяц со звездой – это всего лишь религиозный символ. В доказательство именно второй версии существует интересный исторический факт. Во время Гражданской войны в 1919 году в Сибири были созданы так называемые дружины Святого Креста или Крестоносцы, как они себя называли. Это были добровольческие формирования в составе русской армии адмирала Колчака. Формировались они для целей защиты православной веры и борьбы с большевиками в составе действующей армии. В положении о крестоносцах было написано «Дружина Святого Креста есть воинская добровольческая часть рота батальон, борющийся с большевиками, как с богоотступниками за веру и Родину». С 9 по 19 августа 1919 года во многих храмах города Омска были отслужены литургии и прозвучали проповеди с призывом встать на защиту христианской веры и записаться добровольцами в дружины Святого Креста. На стягах крестоносцев красовался знакомый до боли полумесяц с крестом. В каждом отряде был специальный священник, который нес икону с Богородицей. Удивительный факт, не правда ли? Такое ощущение, что наши предки знали больше, чем мы. Так какая версия вам больше нравится? Полумесяц со звездой на гербах многих стран это древний символ некоей исчезнувшей империи или все же чисто религиозный символ, чьи страны чтут именно Богородицу? А может у вас есть своя версия? Напишите мне свой ответ в комментариях. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Вам не сложно, а для меня это очень важно.